Роман Полинсков Воспитанник так провально начал сезон 2021 Место него теперь на тренерской скамье будет Томас Тухель Как все пишут, это первый немец вообще в истории вот этого английского клуба Клуба Челси, который владеет наш товарищ Роман Абрамович Первый немец, который будет тренировать эту команду Давай перейдем тогда к коэффициентам Посмотрим, что нам по этому поводу говорят В принципе, если сейчас посмотреть 2.73 на Тоттенхэм, 2.63 на Челси абсолютно практически равны Букмекеры не могут, по сути, определиться, кто у них А вот больше всего, больше всего дают на ничью, кстати Больше всего на ничью, на самом деле не верят в этот вариант Но если посмотреть по коэффициентам, можно понять, что все-таки Челси больше отдают предпочтение Потому что у них коэффициент меньше, чем у Тоттенхэма Как показывает статистика очных встреч между этими двумя командами Ничья – это один из самых частых результатов, которые бывают в основное время Допустим, один из недавних матчей между клубами завершился с отчетом 1-1, 5-4 по пенальти В пользу Тоттенхэм Ну, там был кубок, а тут Талига, тут в ничью могут спокойно закончить И по очку каждому дать По какому очку, это уже после матча каждый тренер будет выяснять для своих игроков самостоятельно Твое мнение, прогнозы букмекеров верны или нет? Подтвердятся они у нас сегодня или нет? Слушай, на мой взгляд, вообще прогнозировать – это такое неблагодарное дело Но я считаю, что… Поэтому мы FIFA прогнозы уже как-то три года делаем, да? Я вообще считаю, что в принципе ничья – это закономерный результат, который должен быть в этом матче И букмекеры брут Хорошо, посмотрим Тоттенхэм, Челси Очередной тур английской премьер-лиги, поехали Так, ну что, понеслась Тоттенхэм, Челси Жозе Мауриньо Против Томаса Тухеля Причем Жозе же долгое время Челси сам тренировал Думаешь, знает все слабые места? Давно его тренировал Ну, Кейн спокойно, Саня Дегтярев проходит по центру А пробить-то нет Ладно Саня, Саня Нет пробитиями, ход не контужен Бейл, Легенда гольфа Давай, Лунг тебя ждет Беги Беги Молодец Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Что творит этот парень, а? Ты про меня-то, да? Глупая ошибка Это 1-1 по глупому ошибкам ой хороший ой хороший проход ну надо бить надо решать решил отлично александр дегтярев вы хорикейн на пятнадцатой минуте один раз первый раз не удалось 1-0 тоже попереди немножко никто конечно ну да ну ты попытался а он даже поймал мяч вот прикол но он решил не рисковать на сне я думал мяч еще в сторону трибун полетит он так-то очень близко к углу прошел рис забрал выкинул передал терял не пропустил а надо было три по-моему да с острова угла ну-ка я не видел кого мяч был отправил мяч туда где есть флажочек а на гольф для саня лучший я отлично нашли угол куда пробить пожалуйста 20 а реке ин дубль соку скорей чудил и варечу делает решается на не валяется не получил так желтая дяга сильве ну ладно тут пробивай конечно тут был пробовать пробивать давай ну вот ай-яй-яй-яй алина вот как раз у тебя получилось вот это вот беру за замерзший нажал что не получилось хотел как в прошлом выпуске игорьку залетела хорошечко шелка хорошо открывайся давай на думбеле вот так вот вот так вот оправданный прошел абсолютно абсолютно 3-0 тоже разгромом попахивает как-то не знаю букмекеры говорили то что все-таки фаворит в этом матче челси но пока у нас на сороковой минуте счет 3-0 анатомия джойстика от playstation что я к нему начинаю привыкать только ко второй половине матча в принципе еще удары еще гол красавцы до распинались фифки а вот в реальной жизни чё-то раз через раз так свисток уходим на перерыв и давай смотреть статистику чё нам тут покажут по ударам 73 ударов 46156 44 по отборам принципе равны по нарушениям но принципе статистика более-менее равна только единственное что тебе ударов конкретно не хватает мне вообще неплохо было подправить точность ударов тоже способ сейчас будешь пробовать второй time поехали сон ну-ка служивец давай как хорошо ой-ой-ой-ой забери обратно ты себе чё-то там этот ну надо по мячик перед тобой ты стоишь ничего не делаешь и чё-то там навесики в двадцать первой заявка 5 эти навесики не нравится да они же не работают после 14 фифы все ушли в историю не надо обнимаются подло так знаешь подошел просто ногой кнопку иди мы тут это все без тебя решили смысл мяч кругу опа опасным а вот я не сказал смотри 74 минуту может перезапишем я пошел с неплохо ладно ну да свисток арбитра ну что ж 4 0 матч подошел какой 4 братан 5 до 5 0 я чё-то тут головы тут вообще это не гол я тоже так что это пропустил катилась тут что-то да давай статистика по ударам 13 5 по ударам створ 10 1 1 удар у тебя с какого о хотя подожди пределах штрафной рядом уже с вратарской стой стой при этом у твоего вратаря было два сэйва я это точно помню он два раза вытаскивал удар створ один ладно окей двухбукренная контора у вас какие-то свои подсчеты я как бы в принципе к вам лояльно отношусь толерантный 21 век на дворе по владению сравнял практически раньше было больше сейчас у тебя уже 46 процентов стало и ну отборы тут конечно тебя были моменты где можно было берет но не отбирать это не отборы это потерь да увы я ну что в итоге счет в матче 5-0 тоттенхэм должен одержать победу в этой встрече с таким ли счетом одержит или все-таки с меньшим более реалистичным то уже посмотрим 4 февраля когда состоится очная встреча но в целом твой итог по игре целом мой итог по игре у меня очки классные все как я в принципе не буду никак это комментировать потому что но это было отвратительно честно скажу вот эти вот из 5 окей 3 вообще незаслуженная штука там и парашюты залетало все что не должно было залетать вот мой итог по игре вот такой вот а так вообще ну объективно два гола я заслужил свои ворота и давай я наверно скажу так я верю окей уже не вничью а в счет 2-0 в пользу тоттенхэм или 2-1 хорошо будем посмотреть так что 4 февраля все смотрим тоттенхэм челси на 5 февраля смотрим фифа прогноз очередной выпуск через недельку увидимся это александр фирсов это роман поленсков на следующей неделе запомните фифа прогноз продолжается там впереди еще очень много интересных матчей пока и